Так, мы переходим к следующему выступающему. Это гильдия документалистов России. Перед нами сейчас выступит президент этой гильдии. Замечательно иметь президентов среди наших гостей. Поприветствуем. У нас есть полчаса, и если покороче, сможете закончить, то даже лучше. Сейчас, секунду, я прослушаю. Ой. Да, я прослушаю. Что, что, что... Да, окей. Ну что, всем, наверное, не просто после ланча и говорить, и слушать. Но сейчас я вас попытаюсь взбодрить новостями из индустрии неигрового кино России. Ну, во-первых, давайте я представлюсь. Меня зовут Женя Григорьев. Помимо того, что я, наверное, самый молодой президент в истории этой гильдии, которой 13 лет. Я действующий режиссер, обладатель почти всех национальных кинопремий, за исключением «Золотого орла» и «Ники». Правда, в последнее время я работаю больше в рекламе и в театре. Но и кинодокументально я тоже начал снимать. Вот года три назад до сих пор снимаю. Итак, мой телефон, это моя подсказка. Я не смс-ка читаю. Давайте начнем с того, что я хочу поблагодарить, во-первых, Докспроза, за то, что она дает возможность, эта конференция, рассказать вам о гильдии. И с историей вопроса. Если говорить о том, что у вас у всех написано, что я должен рассказать об обновленной гильдии, когда вообще, что такое обновленная гильдия? Гильдия существовала с 2001 года, да, по-моему, да, с 98-го, да, вот меня Григорий поправляет. Очень долго и где-то меньше года, наверное, назад старшие товарищи заключили между собой такую конвенцию, что нужно передать власть молодым. И, в общем, предложили мне попытаться выдвинуть свою кандидатуру. И тогда я с ними заключил уже свою конвенцию. Заключалось оно в том, что я прихожу со своей программой и со своей командой. И полностью меняю систему управления той гильдии, которая была. Ну, в общем, среди этих старших товарищей, конечно, были живые классики неигрового кино, были основные игроки рынка, и, в общем, это то поколение, на плечах которых есть слава неигрового кино. Значит, те конвенции, которые мы заключили, еще состояли в том, что старшие товарищи не просто устраняются от гильдии, а мы просто стоим на их плечах. Я могу сказать, что вот за неполный год в целом эти конвенции, конечно, соблюдаются. И, в общем, все, что я просил, мне было позволено сделать. Теперь о команде. Мы диверсифицировали управление гильдией, разделили ее на четыре основных направления, каждый из которых возглавил конкретный человек. Я их выбирал, вам скажу, по нескольким критериям. Во-первых, он должен был мне нравиться, потому что мне с ним работать долго и в непростой обстановке. Во-вторых, все вице-президенты, которые у меня существуют, обладают некими компетенциями в смежных с режиссурой и индустрией областях. Ну и третье очень важное. Все четыре человека так или иначе не зависят, ну что ли, полностью от индустрии неигрового кино. В общем, если она исчезнет, никто из них с голоду не умрет. Это было очень важно для меня, потому что они должны были сохранять независимость суждений, должны выдерживать корпоративное давление и иметь, ну, как бы, собственную точку зрения, за которую готовы пострадать. И, в общем, их дети не останутся голодными, если вдруг нас предадут анафеме. Ну и самое главное, они должны любить кино, видеть в нем бесконечное количество художественных, культурологических, общественных, социальных ценностей. И я с радостью могу сообщить вам имена этих джедаев. Вот один из них здесь, Никита Тихонов-Рау. Это вице-президент гильдии, который занимается киноклубным прокатом и дистрибьюцией неигрового кино. Садись пока, я тебя позову. Гошу Молодцову наверняка все знаете. Георгий известен многим нашим зарубежным гостям. Гоша занимается международным продвижением. Никита Сутырин, запомните тоже это имя, он занимается образовательными программами. И о них я тоже чуть позже расскажу. И Маша Мирошниченко, дочь Сергея Валентиновича, замечательный режиссер. Она очень много работает с телевидением, и она возглавляет нас связи по коммуникации с телеканалами, коих в России великое множество, только 750 региональных. Ну, а федеральные вы знаете все. Так, в каком же состоянии мы получили гильдию неигрового кино? Я должен об этом вам сказать, чтобы вы поняли масштаб работы, который нам удалось проделать. Мы получили гильдию, в которой было 42 человека действительных членов, у которой было 32 тысячи рублей на счету, и которую раздирали внутренние противоречия. Это факт. Это было 4 декабря прошлого года. В декабре прошлого года мы поставили себе такую задачу, чтобы наша гильдия стремилась соответствовать следующей формулировке, которую мы записали в рабочую концепцию. Гильдия неигрового кино и телевидения – это индустриальная организация, то есть в числе ее членов должны быть специалисты всех, участвующих в создании и распространении игрового кино и телевизионного контента этой направленности. Усилия руководства и управления гильдии, а также их членов, должны быть направлены на то, чтобы сделать эту организацию массовой, всероссийской, профессиональной и индустриальной. То есть наши усилия сейчас направлены на то, чтобы вовлечь в нашу организацию сценаристов, операторов, звукооператоров, продюсеров, прокатчиков, сейлеров, ну вот все, кто есть на рынке. Мы пошли сразу ко всем, кто есть, потому что с 42-мя человеками индустрию не построить – это очевидно. Гильдия неигрового кино и телевидения в числе своих приоритетных задач – видеть налаживание профессиональных стадий здесь внутри сообщества. Дело в том, что когда мы пришли в гильдию, в каждой из своих областей мы обнаружили такое понятие, как информационная непроходимость. То есть информация от Министерства культуры очень часто не доходила вообще ни до кого. Информация о том, кто что делает на территории в 9-часовых поясах, примерно в стольких же четыреческих периодах, на коих располагается наша большая страна, тоже не присутствовала хоть как-то в информационной среде. Документальное кино, ну, уже подменилось, наверное, понятием «телевизионный фильм» к тому времени. И мы, это следующая наша была такая цель. И на общем собрании мы заключили такую конвенцию, что конкурируем мы на фестивалях, конкурируем мы на кинорынках, но внутри сообщества у нас сотрудничество и помощь. Это наша внутренняя конвенция, с которой все, кто вступает в гильдию, знакомятся на нашем сайте. И мы поняли, что гильдия нуждалась в декабре прошлого года не столько в деньгах на самом деле, а сколько вот в каком-то доброжелательном отношении друг к другу и в выстраивании нормального диалога внутри профессионального сообщества. Я вам скажу, как только мы это объявили, в течение декабря-января, я просто записывал, я устроил на работу через свой мобильный телефон, ну, порядка 25 человек. Ну, потому что, ну, почему-то люди поверили и стали звонить и спрашивать, есть ли знакомый оператор, а кто может недорого записать звук. И, в общем, это движение началось. Еще одна наша цель, к которой мы последовательно идем все эти месяцы, это то, что гильдия, хочу считать, так скажем, стремится к тому, чтобы стать ключевым контрагентом отношений властных структур, телевизионных каналов, кинорынков, образовательных учреждений и программ, связанных с профессиональным сообществом и его обучением. Вот здесь остановлюсь подробнее. Да, давайте начнем, например, с телеканалов. Поскольку вот здесь есть и Никита, и есть Маша, и есть Никита Стырин, мы запустили за это время, ну, несколько, на мой взгляд, важных инициатив. Во-первых, общественная телевидение России при нашей поддержке делает программу «Социальная сеть ДОК», она покупает фильмы членов гильдии и нечленов гильдии, которые мы предлагаем, она записывает с ними программы, и у нас с ними заключено партнерское соглашение по... И мы являемся ключевыми агентами и ключевыми их партнерами по продвижению документалистики в эфире этого канала. Примерно то же самое мы делаем с кабельным телеканалом «Комсомольская правда». Теперь про сеть киноклубов. Мы стали агрегировать все киноклубы вокруг себя, и теперь у нас, по-моему, сколько, Никита, 60, да? Примерно 60 киноклубов, и они продолжают пополняться. Вот позавчера Жуковский возник, сегодня мы уже виделись с петербургским киноклубом, с которым мы тоже будем работать. Мы просто хотим быть удобными и создавать такую площадку, чтобы киноклубы в России могли получать легальный, высококачественный, проверенный фестивальный публикой контент, который может в малых городах, в больших городах, в общем, как-то существовать. Вот Кострома у нас, например, уже у нас с ними запланировано. Сколько показов? Ну, что-то, по-моему, до Нового года расписаны показы, встречи со зрителями. Мы, в общем, не стараемся быть какими-то эксклюзивными. Мы стараемся делать то, что мы умеем делать. Мы можем делать ивенты. Мы можем делать специальные события для телеканалов, театральных площадок и киноклубов. Мы это делаем. Еще одна очень важная конвенция, которую мы заключили, это то, что каждый член гильдии должен быть готов к общественной работе. Дело в том, что, я не знаю, почему так произошло, но, может быть, это советское прошлое нас так покалечило, но никто не хочет общественной работы и такого создавания общественного блага. Мы как-то неправильно немножко поняли либеральные ценности, что только все для себя. Но вот мы стараемся вернуть общественную работу, и у нас кое-что получается, по крайней мере, вот то, что снимается сегодня здесь, будет монтироваться бесплатно членами гильдии, будет бесплатно выкладываться на канал, будет бесплатно относиться до всех необъятных регионов нашей страны. Мы подключили к работе гильдии Новосибирск, Пермь, Владивосток, те города, которые просто отсутствовали в нашем сознании до декабря прошлого года. Когда мы пришли в гильдию, мы вдруг поняли, что мы совсем ничего не знаем про нашу индустрию. И надо сказать, что благодаря тому, что мы как-то нашли общий язык с Министерством культуры, нас серьезно, конечно, поддерживают тем, что мы имеем право участвовать в субсидиях и тендерах. И вот мы сейчас выиграли тендер у четырех организаций, абсолютно честно, на исследование глобального рынка производства и проката игрового кино в России. И вы будете первыми, кому я расскажу предварительный отчет, который мы... Это предварительные цифры. Это правда, никто еще никогда не слышал. Это глобальное исследование. Впервые, наверное, лет за восемь, которое мы проводим сейчас за деньги Министерства культуры, выполняет, в общем, заказ. Потому что на основе этого исследования мы будем должны разработать гильдия, разработать предложения по совершенствованию систем господдержки неигрового кино. Так, давайте я вам кое-какие цифры зачитаю. По результатам анкетирования, в котором приняли участие представители 271 студии по всей стране. Так вот, предварительные выводы. 71,6% производителей неигрового кино уверены, что отрасль нуждается в комплексном обновлении. Наиболее острыми проблемами отрасли они считают дефицит каналов дистрибуции. Об этом говорят 81% производителей. Неэффективное распределение финансирования среди игроков отрасли. Еще 67%. Сложности при выходе российских неигровых фильмов на международный рынок. 54%. И недостаточное финансирование отрасли. 52%. То есть, смотрите, какая интересная история. Если несколько лет назад мы жаловались на отсутствие денег, то сейчас сознание у нас немножечко поменялось в отрасли. Мы жалуемся на отсутствие каналов дистрибуции. Скажу вам еще одну цифру. 63%, по предварительным данным, у нас еще продолжается телефонное анкетирование, 63% наших игроков не реализуют свои права. Именно поэтому мы решили создать на базе гильдии небольшого домашнего дистрибьюторского агентства, которое, конечно, будет сильно демпинговать. И, в общем, это будет в основном такой имиджевый проект. Но вот мы начали это делать. Мы разработали взрослый дистрибьюторский договор, проверили его на всех основных игроках, согласовали с прокатчиками, с производителями, с юристами. И теперь мы его выводим в публичное поле и предлагаем его подписывать. И такие сделки уже начинают совершаться. Правда, я еще не подписал как директор гильдии ни одного контракта, просто не в согласовании. Мы просто рассказываем то, что происходит с колес. Что еще? Так, подсказка. Секунду. Очень много просто произошло за это время. Сейчас, одну секунду. Сейчас, секундочку. Так, 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 так. А, так, про исследование рассказал. Международное продвижение на кинорынках. Впервые в 2013 году нам удалось достичь взаимопонимания с Министерством культуры о том, что мы должны развивать присутствие нашего неигрового кино на международных рынках. И мы написали программу и выиграли субсидию на продвижение в первом полугодии. Подали на второе. Не знаю, выигрываемые субсидии или нет. Пока результатов нет. Но, тем не менее, мы, например, как гильдия, посчитали важным вложиться и в эту конференцию, потому что это правильное индустриальное событие, где мы можем знакомиться. В общем, мы реализуем те самые обещания, которые дали. Так вот, к чему мы пришли спустя неполный год? Сейчас в гильдии 170 человек мы увеличились, ну, посчитайте, в 4 раза. Бюджет гильдии, планируемый, финансовый план, 6 миллионов рублей к концу этого года, с 32 тысяч. Это то, что нам удалось сделать. Это финансовый план. Это не те деньги, которые упали нам сверху, и мы их, они аккумулированы на счетах. Это те деньги, которые мы вложили в развитие индустрии. Самая главная классная новость и для вас, наших иностранных коллег, что мы сейчас делаем такой очень удобный портал. Все контракты подписаны. Сейчас идет программинг сайта, очень сложная математика у него. Мы делаем такую глобальную штуку, где иностранные дистрибьюторы по запросу, отборщики кинофестивалей, экспертный совет гильдии, может в онлайне смотреть свежие, субтитрированные картины там, где ему удобно. Это самая главная наша цель. Быть для международного рынка удобными. Потому что мы сейчас неудобные. Мы до сих пор отправляем почтой России DVD, которые не доходят. Мы до сих пор ошибаемся в английских субтитрах. Мы до сих пор кладем ворованную музыку под наши прекрасные документальные фильмы. И они не могут быть нигде, кроме как в домашней коллекции, у домашних же. И эту историю мы тоже меняем. Мы сейчас потратили какое-то количество денег на то, чтобы разработать индустриальные договоры. Потому что у нас в сообществе оказалось, когда мы стали анализировать конфликты, которые случаются внутри отрасли, что люди выходят на съемочную площадку, да, не удивляйтесь, без заключения договора между продюсером и режиссером, и оператором. И потом, когда материал снят, и деньги закончились, никто не понимает, кому же принадлежит материал. И начинаются бесконечные фейсбучные войны, которые наносят урон индустрии. Так вот, мы предлагаем... Это опять же будет в бесплатном доступе. Мы предлагаем всем членам гильдии заключать контракты, которые мы сейчас опять же обкатываем. Поскольку мы индустриальные гильдии, мы имеем возможность обратиться к самым суровым продюсерам, чтобы они почитали договор, к самым свободолюбивым режиссерам, чтобы они почитали договор, и он будет очень толстый. То есть мы отдаем в индустрию договор, и нам важно, чтобы их хотя бы начали заключать. А читать начнут чуть позже, я так понимаю, потому что еще есть одна русская прекрасная традиция, подписывать договоры не читая. И это все мы делаем прямо сейчас. О чем я еще должен, Никита, рассказать? Помоги мне. Или у вас, может быть, уже возникли вопросы? Да. С образовательным программами такая история. У Министерства культуры сейчас существует центр дополнительного образования, в котором у нас будет свой кластер. Мы сейчас об этом договариваемся, и чуть-чуть этой деятельности будет включено в международное продвижение, потому что мы собираемся не только отправлять наших режиссеров туда. У нас сейчас написана огромная концепция международного продвижения, 300-страничная с приложениями, и там 40 страниц только по сути, с системой, с регламентами. Она скоро будет обнародована, когда ее утвердит правление. Мы будем привозить сюда иностранных тьютеров, людей, которые будут нам учить нас тому, чего мы не знаем, и мы как-то это будем приспосабливать. Плюс ко всему, мы наверняка будем как-то способствовать обучению, общению режиссера и телевизионного продюсера. Я не говорю о том, что телевидение – это панацея неигрового кино, но это плюс один экран, и только так к этому нужно относиться. Телевидение сейчас действительно огромный игрок, и это говорит исследование. Больше половины фильмов имеют только телевизионный прокат. Это факт. И мы должны с этим считаться. И я закончил, мне кажется. Я закончил. Ваш русский совершенно замечательный, хоть вы не говорите по-английски. Ну, я вижу, что в России делается очень много, в индустрии документального кино, в том числе в гильдии документалистов. Есть в публике у нас члены гильдии? Почему остальные у нас не входят в число членов гильдии? Мы должны обязательно подписаться. Конечно, вы должны участвовать, потому что очень много предпринимается в этом направлении, и мои поздравления в этом отношении. Замечательно продолжайте Ваш активную работу. Есть ли у нас вопросы к господину президенту? Или, может быть, к вице-президенту? Если позволить, господин президент. Может быть, вице-президент, что мне захочет сказать? Я хотел бы немножко... Женя очень эмоциональный человек, и за это мы его любим и идем за ним, потому что он, правда, здоровский лидер, за которым хочется идти. Но я хотел бы чуть-чуть буквально структурировать в Вашем сознании ту информацию, которую Женя сказала. Буквально мне на это нужна одна минута. Те четыре направления, в которых мы движемся, они покрывают все, что вообще связано с развитием документалистики. И первое направление, международное продвижение. Разработан рейтинг, фестивальный рейтинг российских картин. Этот фестивальный рейтинг с очень сложной системой набора баллов разработан для того, чтобы иметь объективную оценку успешности тех или иных российских картин. Максимально объективную, которую может все позволить применительность каждой картины. Безусловно, речь идет не только о художественных качествах, которые неизмеримы и рождаются внутри сознания или сердец, и людей, и так далее. А речь идет об объективных характеристиках. Сколько фестивалей фильм посетил, какие призы получил, был телевизионный показ или нет, было интернет-вещание или нет. Это первое направление, работа с фестивальным прокатом. Вторая часть, это системная работа, которую мы ведем на деньги. Министерство культуры Российской Федерации, и за это низкий поклон и большая благодарность за готовность сотрудничать, это системное продвижение российского документального кино на международные рынки, на все ключевые индустриальные события, начиная от... все главные рынки, да, все маркетс. Шеффилд, Прага, Лондон, Амстердам, Лейпциг и так далее, и так далее. Теперь у нас есть возможность заниматься этим системно, благодаря тому, что государство вошло в это дело. Это вторая вещь. Это касается международного продвижения и международного блока. Следующий блок, это дистрибуция. За это отвечает ваш покорный слуга. В этом направлении мы создали лицензионный договор, о котором говорил Евгений, и сейчас мы будем собирать не эксклюзивные права, но продукт, чтобы этот продукт через различные каналы дистрибуции внутри России максимально широко распространять. Это наша задача. Также мы собираемся в единую систему соединить все документальные клубы страны, которых оказалось на самом деле очень много. Мы планируем их объединить единым расписанием. Мы создаем для этого удобную интернет-платформу, ориентированную в будущем на конечного зрителя. Можно я тебя чуть-чуть по киноглубу поправлю? Вот тут очень важна формулировка. Мы не заставляем их работать так, как мы хотим. Мы для жителей Российской Федерации, гостей нашей страны, создаем удобное расписание. Мы агрегируем информацию. Они могут делать все, что хотят. Мы просто им предлагаем удобные сервисы. Вот и все. В наши задачи не входит никакая монополизация. Вообще, в принципе, мы видим свой смысл своей деятельности в том, что мы соединяем все-все-все-все-все заинтересованные стороны, производителей, дистрибьюторов и так далее. Соединяем их системно. Вот то, что интегрируем, интеграцией занимаемся. В наши планы... У нас есть третье направление работы. Это направление, связанное с ивентами, с образовательными программами. Им руководит Никита Сутырин, которого, к сожалению, здесь нет, но он тоже вот такой парень. Короче говоря, четвертое направление – это работа с телеканалами, но это уже не касается дистрибуции, а это касается спешл-проджектов, которые мы будем делать на уровне питчингов, первое, и на уровне специальных линей к телепрограммам. То есть мы будем инициаторами линеек телевизионных, арт-кино, которые мы будем предлагать, мы будем придумывать. У нас планируется создание креативного агентства гильдии, который будет инициировать эти креативные проекты, входить в партнерство с телеканалами и продвигать это. Понятно, что это очень сложная задача, потому что все равно рейтинги, доли – они как бы главное, на что идет ориентация. Но мы вот такие вот в этом смысле упертые. То есть не все сразу, но мы так видим себе, что за то время, которое мы сможем этим заниматься, вот года через два-три уже будет видно прям очень серьезные изменения, которые будут происходить. И все их на себя ощутят. Еще одна важная вещь, это как раз касается наших гостей. Гильдия негрового кино знает всех, кто занимается негровым кино в Российской Федерации. Ну или почти всех. Вы можете, если вам нужна какая-то информация о ком-то, о чем-то, вы всегда можете написать на наш общий имейл, его читает шесть человек, и тот, к чему направление-то ближе, всегда говорит другому, я беру это на себя и отвечаю. Поэтому точка входа в Россию еще одна появилась. Наверняка, если вы здесь, у вас есть точка входа в Россию, но теперь у вас еще одна есть. Пользуйтесь, welcome. Наш сайт, я думаю, будет переведен на английский примерно к декабрю, если все будет идти нормальными темпами программирования сейчас. Вот. Ну это, наверное, все, да? Да. Ой! И еще одна классная штука, это уже для тех, кто нас смотрит далеко, и вот для тех гильдийцев, которые, может быть, сейчас смотрят трансляцию. Ребята, мы сделали классную штуку, мы зарегистрировали портал rgdog.ru, как средство массовой информации, и теперь те гильдийцы, которые станут корреспондентами этого портала, будут попадать на своих съемках под закон о СМИ. А вы знаете, что это очень важно, потому что наша деятельность документалистов в стране регулируется только гражданским кодексом, и это достаточно отяжеляет наши съемки. Но если вы представитель средства массовой информации гильдийни игрового кино и телевидения, то я думаю, что вам будет чуть-чуть проще снимать свое кино. Все. Я уверен, что для вас, ребята, будет очень много возможностей эффективно работать с ассоциацией европейских документалистов. Я могу с этой стороны сказать, что не всегда просто было иметь возможность смотреть русские современные документальные фильмы. Иногда бывает, конечно, какие-то DVD, что-то еще, какие-то точные вещи. Но если вы сделаете такой портал, о котором вы говорите, где люди, которые бывают на фестивалях, могут заходить, то это будет совершенно замечательно. Есть ли какая-то графика уже, когда это может конкретно работать? Джордж Молодцов такой у нас есть друг, который сейчас обучается в университете в Соединенных Штатах. Я думаю, что мы к концу года закончим вот эту работу. Может быть, не все функции будут работать в полной абсолютно мере, но частично уже функциональный вид она будет иметь к концу года. Вы сказали то, что я хотел сказать, собственно, мы должны, конечно, встретиться и поговорить более конкретно. Я знаю, что вы, это часть европейского сообщества документалистов. Георгий Молодцов разговаривал со мной. Мы даже согласовали наше намерение встретиться, так сказать, лицом к лицу, встретиться, может быть, на каком-то официальном уровне, но и на уровне достаточно рабочем, практическом. для того, чтобы у нас было некое стандартное соглашение, которое позволило бы легализовать и формализовать в хорошем смысле слова наши взаимоотношения. Я уверен, что разная информация, какие-то, может быть, какие-то новые идеи, которые представляются в других странах, мы можем этим всем обмениваться. Продолжение следует...